Посещать онлайн-экскурсии, бронировать оффлайн-поездки и выбрать гида. Такими возможностями будет обладать новое приложение для путешественников. Оно позволит больше узнать о своей стране, богатой истории и удивительных местах в ней, рассказывает разработчик Пермяк Михаил Кузьминых. На начальном этапе приложение будет ориентировано на Пермский край. Перспектива такая, что дальше Россия и дальше уже на весь мир мы выходим. Но к 300-летию хотелось бы, чтобы вся страна и весь мир узнал уже о Перми, Пермском крае. Приложение готово. Личные кабинеты для гидов сейчас составляются, пишутся. И к сентябрю уже будет выпущена первая версия для впуска всех гидов к нам на платформу. К слову, в регионе как раз утвердили стратегию цифровой трансформации. Она разработана по 18 приоритетным направлениям. В том числе туда вошла и сфера туризма. Напомним, президент поручил всем регионам до 1 сентября разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Сегодня Пермский край в числе цифровых лидеров страны. Реализацию стратегии обсудили на Координационном совете по развитию цифровой экономики при главе региона. Направление туризм – это развитие туристического портала Пермского края. Мы бы хотели здесь уже предусмотреть возможность удобного выбора маршрута, исходя из ограничений, которые могут быть у туриста. Информационная площадка стейкхолдеров по туристической индустрии – это вопрос, связанный с развитием туроператоров. Диалог получился. Кроме того, мы особое внимание уделили мнению граждан, что цифровизация у нас происходит не ради цифровизации, а для того, чтобы качество жизни простых людей улучшалось. И поэтому было внесено предложение о организации, возможно, публичных слушаний стратегии цифровой трансформации региона. Глава региона заявленную позицию поддержал. Основная задача стратегии – именно повышение качества жизни пермяков и сокращение скорости принятия решений во многих сферах, чтобы жители ощущали позитивные изменения здесь и сейчас. Поэтому мнение граждан будет в приоритете. Пермский край попал в число шести пилотных регионов. И мы, значит, фактически уже всю работу выполнили. И самое главное, что Пермский край – абсолютный лидер по количеству отраслей, где мы планируем цифровую трансформацию. Всего мы планируем стратегию включить 18 отраслей. До конца 2021 года руководители цифровой трансформации экспертного сообщества ждет большая работа по разработке дорожных карт по каждому проекту. Всего таких проектов по 18 отраслям порядка 50. Ежегодно краевое правительство будет рассматривать реализацию стратегии и дополнять актуальными данными и задачами. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».